Юлия студентка 5 курса факультета башкирской филологии. Перед ней, как и перед многими студентами выпускного курса, остро стоит вопрос трудоустройства. Впереди выпускные экзамены, защита диплома, но к этому времени, как часто бывают многие вакантные должности, уже заняты дипломированными специалистами. Что же делать тем, кто только начинает карьеру? На помощь студентам приходит отдел трудоустройства студентов и образовательного маркетинга БГПУ. Они-то и организуют для студентов такие мероприятия, как кадровый форум. Пришла на сегодняшний форум узнать что-то большее о работах, о вакансиях. Я волнуюсь за своим будущим, так как выпускной год и надеюсь, что-то для себя найду полезное и необходимое. Ежегодно лучшие организации, учреждения, города и республики съезжаются в наш ВУЗ, чтобы представить потенциальным работникам весь перечень свободных вакансий. У нас государственная гражданская служба, поэтому есть свои нюансы в приеме на работу. Если образуется вакантная должность, необходимо пройти через конкурс, что затрудняет. Но, с одной стороны, это где-то, может, правильно, по закону, равный доступ должен быть как из самих граждан, так и из самих же сотрудников. Равный доступ. Не было такого преимущества именно своим выдвижения по службе. К примеру, возьмем, образовалась вакантная должность главного специалиста-эксперта, да? А есть еще ниже должности. Ведущий, специалист. И на эту должность главного претендует также, бывает, и граждане, и также наши. Вакансии имеются. Временные должности, это за счет декретников. И плюс есть вакантные должности. Это как в финансо-экономическом отделе. В отделе правового обеспечения, в отделе приема и выдачи документов, в отделе регистрации прав и так далее, и в других отделах. Хочу сразу отметить, если участвуют в конкурсе с другими образованиями, даже с какими-нибудь непрофильными по-нашему, мы не отказываем. Мы все принимаем документы. Пока Юлии приглянулась работа учителя английского языка. Но есть ли уверенность в том, что именно ее будет ждать организации к окончании выпускных экзаменов? Да, есть. В личной беседе работодатели обсуждают удобные условия для своих потенциальных работников. Поэтому Юлия может с уверенностью в завтрашнем дне готовиться к защите диплома. Ведь ей уже есть, куда пойти работать. А вот для тех, кто еще не смог определиться с выбором трудовой деятельности или решает, не отправится ли ему в свободное бизнес-плавание, проводились уникальные мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров УФИ. Они поделились с ребятами секретами успеха. Второй кадровый форум молодежи «Мое профессиональное завтра». Все, что направлено на выпускников, для того, чтобы выход на рынок труда был более комфортным. Это основная цель, которую мы преследуем, для того, чтобы выпускники, для них это не было как выход в космос. Что-то неизведанное, но как раз комфортное было все. Второй кадровый форум молодежи «Мое профессиональное завтра» многие студенты ждали с нетерпением. Организаторами форума заранее был объявлен конкурс на лучшее видеорезюме, победитель которого получит планшетный компьютер Apple. Жаждущих получить заветный планшет было много, но удача улыбнулась лишь двоим. К созданию резюме они подошли креативно. К слову, в видеорезюме современное явление самомаркетинга. Именно на него все больше внимания обращают работодатели. Ведь кроме профессиональных компетенций, из него можно узнать манеру общения человека, прочитать его мимику. Так что участие в этом конкурсе дает участникам огромный опыт в данной области и возможность рассылки своего видеорезюме в лучшие компании республики. Но и те, кто не получил iPad, тоже не остались в обиде. Победители в номинациях получили сертификаты на обучение и приглашение на стажировку в лучшие компании региона. Также, наверное, таким нововведением стал для нашего второго кадрового форума это конкурс видеорезюме. Почему для меня это волнительно, так как это было когда-то мечтой и мыслью. И вдруг мы решили воплотить, у нас это получилось. Было страшно, что не будет ребят, и что будут такие видеорезюме очень слабые. Но мы, когда обрабатывали все заявки, мы увидели, что ребята понимают, о чем идет речь. Они понимают важность. Спасибо большое нашему руководству, которые помогли нам также в осуществлении мечты, это подарить iPad. И как раз Гульнас и Эльза, они получили у нас супер-призы. И также было очень здорово и очень приятно видеть наших партнеров, потому что те сертификаты, которые дали на стажировки, это уникальная возможность. Как обычным мальчишкам и девчонкам реализовать свои идеи и добиться социального и материального благополучия? На этот вопрос могут ответить лишь вчерашние обычные студенты, которые своими стараниями стали теми, кого называют успешными людьми. Об особенностях своих проб и ошибок студентам поведали бизнесмены, руководители крупных организаций и начальники администрации. Такие встречи очень полезны для выпускников. Возможно, им не сразу удастся найти работу своей мечты, но отказываться от нее не стоит. Лишь старание приводит к советной цели. Университет дает для этого крылья, а курс выбирает сам выпускник. КОНЕЦ КОНЕЦ